Охотники уже здесь! Помогайте людям эвакуироваться! Так точно! Пожалуйста, поторопитесь! Если тут предупреждение четвертого типа, значит перед нами катастрофа четвертого ранга подземелья. Если так, то сюда придет много сильных охотников. Надеюсь, что они остановят монстров. Все хорошо! Ничего плохого не случится! Мама! Еще рано думать, что все кончено! Бем, все хорошо! Это пустяки! Садовник в мире охотников Катастрофа Когда охотники заходят в подземелье и не проходят его полностью, случается кризис. Катастрофа низкоуровневого подземелья не проблема. Но ситуация обстоит иначе, когда речь заходит о подземельях четвертого ранга или выше. В такой ситуации все гражданские в радиусе 20 километров эвакуируются. Пока армия одновременно вводит людей в безопасные места, размещает солдат и призывает высокоранговых охотников. Катастрофа низкоуровневых охотников. Они идут. Открыть огонь! Открыть огонь! Лечи. Лечи. Это чудовище. У нас экстренная ситуация. Сосредоточьте свои силы на этом ублюдке. Так точно. Открыть огонь. Стреляйте всем, что только есть. У нас получается! Отлично! Покрыть его снарядами было верным решением. У чудовища ранг бедствия. Такая атака. Даже не поцарапает его. Враги. Опасные враги. Я должен убивать... Опасных врагов! Черт! Он движется сюда! Все в сторону! А? Он пробежал мимо? Он не нападает? О нет! О нет! Его цель... Укрытие! Кто сказал... Что тебе можно спрятаться в убежище? Буйство властвующего меча. Буйство властвующего меча. Всем назад! Он даже не оборачивается! Подходить к нему близко! Опасно! Хотите сказать, что лучше просто смотреть, как они умирают? Джиха! То есть, там же люди! Нашел! Наших врагов! Убежище пробили! Снаружи все плохо? Я должен убегать, но мои ноги не слушаются! Ну же, двигайтесь! А? Значит, это не оно? Бем? Жалкий демон! Прочь! Что? Высвободили огромное количество эфира? Неважно. Он застыл, и это наш шанс! Пламя! Я и так знаю! Буйство властвующего мяча! Всё кончено? Ещё нет. Внутри я чувствовала сильный эфир. Джиха, вы всё ещё здесь? Джиха? Мяу! Признаков жизни нет! Ситуация улажена! Позаботьтесь о раненых! Я больше не чувствую тот эфир. Что это было? Хааа, ну и денёк. А, молодец, Бем! Он выглядел злым, когда увидел чудовище. Но сейчас он спокоен. Хаа, чудовище, значит... Нужно записать. Чудовище, в пятнадцать метров высоту, уродливый и сильный. А? Чудовище, в пятнадцать метров высоту, уродливый и сильный. Информацию на мир Вики обновили? Этого должно быть достаточно. Мир Вики, которую никто не может редактировать? Мы знаем только то, что там была волна эфира. Я думаю, вы все знаете, что монстра убили не наши охотники. И ущерб был бы намного больше, если бы не та внезапная вспышка эфира. Тогда кто за ней стоит? Пока что рано думать, что это дело рук человека. Возможно, мы увидели природное явление. Разве не все в убежище почувствовали взрыв эфира? Там было много гражданских. Нужно проконтролировать убежище и найти источник. Вы видели обновление на мир Вики? И это еще не все. Этот сайт впервые обновился. У кого-то есть достаточно силы, чтобы напугать чудовище. И информация об этом попала на мир Вики. Можно подметить две вещи. А? Человек, который отогнал чудовище, был в убежище. Или это был тот, у кого есть уникальные способности, отличающиеся от охотников. Если подумать, многие говорили, что слышали крик кошки во время вспышки эфира. Мне кажется, это неважная деталь. И владелец того магазина был там. Вместе с котом, который напоминает снежного барса. Добро... Пожаловать. Что происходит? Позвольте нам посмотреть на вашего кота. Как кота? В смысле, на Бема? Он испугается и убежит, если вы... Вот так. А? Бем! Ты! Мяу? Это он вызвал волну эфира. Выглядит как обычный котик. Нельзя его так брать! Я не чувствую эфира от него. Я бы что-то ощутила, если бы это был он. Ай! Вот же ж! Он кусается. Нужно быть осторожным. Я слышала, что вы были в убежище во время инцидента с чудовищем. Нам сообщали, что некоторые люди слышали кошку перед тем, как монстр убежал. А... Мяу? Да. Ай! Я думаю, что это неверное донесение. Я хотел бы завербовать его, но сейчас не лучшее время. Не хочется соперничать с гильдией Вечного Пламени. Отвергнуто. Увидимся в следующий раз. А? Уже уходите? Я хочу, чтобы тот кот и вас цапнул. Эм... А... Я еще зайду. Приходите, когда пожелаете. Континент Гехена? Я где-то слышал о нем. Гехена. Многие расы жили вместе у Великого Древа. Древо создало богов природы. Чтобы защищать Гехену. Боги, защищающие природу Гехены? Белая шерсть с черными пятнами. Свирепые клыки природы? Минуточку. Бем... Бог природы? Ну, этот маленький кот совсем не похож на бога. Ну, теперь понятно, что случилось в убежище. Это не совпадение. Говорилось, что был огромный взрыв эфира. Должно быть, за этим стоит Бем. Значит, можно сказать, что Бем бог природы? Тогда Древо в моем сне. Теперь я понял. У меня было такое чувство, будто Древо дало мне работу. И все началось с того, что я получил класс рабочего. Помог терротронам и спас Бема. Кажется, будто все это часть великого замысла. А? Юджи Ха. Класс рабочий неизвестный. Рабочий неизвестный? Что это значит? Все еще осталось нежить под предводительством старейшего леча рядом с Джири. Прошло 10 лет с тех пор, как правительство бросило эту задумку. И с распространением коррупции сократятся гонорары, что приведет к нехватке продовольствия. Нужно сейчас же бомбить их. Но территория слишком большая. Именно поэтому нам нужно было сделать это раньше. Теперь у нас не осталось выбора. Нам придется пустить в ход все, что у нас есть. Охота на леча? Трудное дело. Это ты. Ты привел меня в лес снов. Я не знаю, зачем ты мне дал такую важную задачу, но я уверен, что на это есть хорошая причина. Я постараюсь помочь, чем смогу. Что там происходит? Фиолетовый? Неужели? Да будут прокляты все, кто дышит. А? Смерть всем живым! Преклоните колено перед вашим господином! Старейший лич? Монстр ранга ужас! Он милый, так как он маленький. Но что такое он говорит? Смерть всем живым! Преклоните колено перед вашим господином! Старейший лич развращает ближайшие земли. Скоро эффект достигнет и ваших земель. Сиюминутная контратака будет трудной, но я хочу предложить уменьшить его влияние. Да? Нет? Конечно! Что еще остается? Смерть всем живым! Преклоните колено перед вашим господином! Смерть! На колени! Монстр ранга ужас! Но он миленький и крошечный. Проще всего будет вмешаться при помощи эфира. Можно просто прибить их. Лич не умрет, пока не уничтожит источник его жизни. Поэтому раздавить его не получится. Операция по уменьшению влияния лича. Первое. Уничтожьте источник жизни старейшего лича. Второе. Очистите ближайшие земли. Как и думал. Мне нужно будет выполнить обе задачи. А? Это... Я уже... Где-то видел этот замок. А? Знакомый флаг! Он принадлежит королевству эстрам! Если это королевство эстрам... Значит, та нежить... Это народ эстрам? Может, все и так. Но это не важно. Главное то, что они оскверняют почву. Я не могу вмешаться напрямую. Поэтому я воспользуюсь своей армией. Огромный камень блокирует проход армии. Камень? А летать может только террадрон воин. Если переложу эту задачу на них, то у меня уйдет слишком много времени. Первое. Передвинуть камень. Минус одна эссенция. Второе. Дать террадронам самим разобраться. Я передвину камень! А теперь идите и найдите источник жизни старейшего лича! Ого! Сейчас они намного сильнее. И они ведут себя как настоящая армия. Аааа! Мои солдаты! Защищайте хранилище с подношениями лорда! Крестьяне! Крестьяне! В атаку! Крестьяне! Класс! В этот раз благословение рабочего сработало идеально! Крестьяне! Отпустите меня! Вы подданные проклятого древа! Ааа! идиоты нет смысла уничтожать мое тело а это не может быть вы нашли источник жизни старейшего лича для его уничтожения нужно прокачать террадрона воина стоимость эволюции 5 эссенций дороговато но ничего не поделаешь принять террадрона рыцарь стойте остановитесь я обязательно вас мы победили вы много всего принесли спасибо он стал больше ого печать королевства эстром значит я был прав королевская печать эстром редкость уникальная статы склад ума плюс 5 черта харизма завоевателя нужно бы найти владельца но я думаю что он уже давно умер и мне он не нужен лучше просто заберу его и потом что-то решу пора очистить испорченную почву операция по уменьшению влияния лича первое уничтожьте источник жизни старейшего лича второе очистите ближайшие земли я знал что она распадется если принести ее в лес а чернила ты хочешь чтобы я создал свиток я не могу сделать этого без рун а как раз вовремя очищение возвращение земли к ее первоначальному состоянию мне нравится как это звучит но как мне применять ее бем подожди бем на ней порча вдруг ты поранишься цвета гармонии очищение исцеляет испорченную землю мяу мое а куда они делись озвучил хамисворд здесь те кто помог мне на бусти если хочешь оказаться здесь то можешь задонатить на бусти по ссылке в описании всем спасибо за просмотр ставьте лайки и подписывайтесь на канал всем пока